Итак, уважаемые коллеги, название моего выступления – «Качество жизни пациентов как идентификатор потребности поддерживающей терапии». Я сразу хотела бы внести уточнение. Качество жизни мы будем рассматривать здесь несколько шире и будем использовать под этим термином, и понимать оценки данной пациентами, то есть ту информацию в стандартизированном виде, которую мы получаем непосредственно от пациента. В 2014 году в журнале Clinical Oncology в такой серьезной рубрике, как «Обзоры» опубликован обзор со следующим названием «Оценки данной пациентами как критерий эффективности и индикаторы исходов лечения солидных опухолей». И в этой связи я бы хотела вам еще раз напомнить все-таки, что такое оценки данной пациенты сегодня, как это подразумевается в современном международном медицинском сообществе. Это, безусловно, то понятие «Качество жизни», о котором мы говорим. Это субъективные симптомы, которые испытывает пациент, и информацию, о которых мы можем более точно и корректно получить напрямую от пациента, и любые мнения больного, которые представлены в неком стандартизированном виде. Это его удовлетворенность лечением, и приверженность лечения, и другая информация. О том, что качество жизни – это важный, даже второй по значимости критерий эффективности лечения в онкологии после общей выживаемости, постулирован еще в 1993 году на совместной, на консенсусной конференции АСКО и Национального института рака в США. В нашей отечественной онкологии о значимости восстановления качества жизни пациента, о восстановлении качества жизни как новой цели лечения, об этом говорилось еще на 4-й Всероссийской онкологической конференции, и статья Горбунова и Бредера «Качество жизни онкологических больных» есть в архивах сайта Русонка. Теперь, все-таки, что же такое качество жизни пациента? Я понимаю, что очень понятие на слуху, но тем не менее, я хотела очень коротко вам дать вот эту информацию, чтобы мы все говорили об одном и том же. Безусловно, сегодня онкологи очень хорошо имеют возможность диагностировать опухолевый процесс, оценить эффект лечения опухоли, есть разнообразные методы, но как мы можем оценить сегодня изменения в состоянии пациента, как мы можем это сделать корректно с точки зрения именно больного, как мы можем оценить его физическое функционирование, психологическое, социальное. И это мы можем сделать сегодня с помощью вот такого простого метода, который появился где-то лет 30-40 назад. Это оценить его качество жизни, то есть оценить его физическое, психологическое, социальное функционирование, но что здесь очень важно, которое основано на его субъективном восприятии. То есть мы получаем эту информацию непосредственно от пациента, неопосредованно от мнения специалиста-врача. Двигаемся дальше. Если мы говорим об онкологическом больном, безусловно, у него есть проблемы, симптомы, которые влияют на качество жизни, оказывают негативное влияние, ухудшают его. Это такие субъективные симптомы, и мы с вами говорим о субъективных симптомах, не об объективных симптомах, которые, безусловно, регистрирует онколог. Мы говорим об этой группе симптомов. Так вот, я отвечаю, вернее, задаю вопросы, наверное, сразу же все-таки позволю себе ответить. Корректно ли это полностью, если боль, слабость, тошноту, подавленность, одышку, другие симптомы оценивает врач, а не сам пациент? Если мы обратимся к рекомендациям по контролю симптомов в онкологии, вот последнее четвертое издание 2014 года, вот вышли такие рекомендации, надеюсь, что вы, ну, они одни из многих рекомендаций, Cancer Symptom Management, там представлена информация о большом числе симптомов, причем рассмотрены, помимо, естественно, причин, патогенеза, контроля, подходов к купированию каждого симптома, методы их оценки. И если мы экстрагируем такую ключевую мысль, мы можем сказать, что адекватный контроль симптомов у онкологических больных предусматривает их оценку. Каковы основные принципы оценки симптомов? Ну, первое, о чем мы с вами уже проговорили, мы оцениваем это на основании восприятия пациента, то есть это делает, эту информацию нам предоставляет больной. Для того, чтобы оценить симптомы, имеется сегодня достаточно большой арсенал специальных инструментов, шкалы опросников. Ну, и мне бы хотелось, чтобы вот эта мысль, которая сегодня звучит в международных руководствах, что в клинической практике оценка симптомов является неотъемлемой частью системы контроля симптомов. Ну, вот я настроена на то, чтобы и наши отечественные онкологи, вот это положение мы тоже могли с вами абсолютно спокойно сказать, что это так у нас есть. Еще один аспект этой темы, о нем сегодня, мне кажется, очень удачно и понятно, наглядно сказал профессор Рости, говоря о побочных эффектах таргетной терапии. И буквально вот я почитала в последнем номере журнала Cancer World в статье, которая шла под рубрикой Patient Voice. В статье рассматривались побочные эффекты таргетной терапии, и говорилось о том, что, безусловно, врач по известным шкалам токсичности оценивает побочные эффекты терапии. Но достаточно ли этого сегодня? Совпадает полностью ли мы получаем ту действительную информацию о реалиях пациентов, об их проблемах, если мы не учитываем их мнение, информацию, которую мы могли бы получить, например, используя вербально-оценочную шкалу, которую заполнил пациент. Ну вот здесь вот очень такой коротенький пример. Я этот пример взяла из презентации, которую я слышала на одной из международных онкологических конференций. Например, при оценке токсичности гастроинтерстинальных симптомов рвота один эпизод за 24 часа считается как степень тяжести единицы. Когда сделали опрос и оценку, получили информацию от пациента, насколько такая ситуация беспокоит врача и меняет его жизнедеятельность, там была получена, если перегодировать, третья степень тяжести. Таким образом, сегодня, и об этом пишется, есть эта информация, представленная на сайте Национального института рака США, и вот итальянцы об этом сегодня говорили, о том, что, безусловно, мы при оценке токсичности лечения в онкологии опираемся на шкалу токсичности, которую заполняет врач, но еще можно и уже разработаны такие шкалы токсичности, которые заполняет пациент. И таким образом мы дополняем ту, безусловно, основополагающую информацию, которую заполняет, которую регистрирует онколог, заполняем информацию, которую мы получаем от пациента. Ну и резюмируя, мы можем сегодня, наверное, в целом, я надеюсь, что вы меня поддержите, модель оценки результатов лечения в онкологии выглядит как клиническая составляющая, основная, главная, на которую мы опираемся при оценке эффекта терапии. И дополнительная новая составляющая, мы учитываем мнение пациента, мы оцениваем то, как пациент оценивает изменения в своем самочувствии, насколько он удовлетворен лечением, насколько те или иные симптомы, которые у него есть или были, насколько они его беспокоят, насколько они для него мучительны. Теперь очень коротко, как оценивать качество жизни. Много очень книг, очень много пособий за рубежом, и отечественных опросников, много, вообще более 700 сегодня стандартизированных инструментов. Но если мы говорим сегодня о поддерживающей терапии, и именно об онкологии, я бы хотела вам очень кратко представить информацию по тем инструментам, которые сегодня за рубежом, и я знаю, что в нашей стране в некоторых центрах применяют для оценки симптомов. Это, безусловно, стандартизированные такие подходы, как единичные шкалы, визуально-аналоговые, цифровые оценочные, вербально-аналоговые. Есть опросники оценки качества жизни. Туда вставлены шкалы по оценке симптомов, есть отдельные модули по симптомам, а есть также специально разработанные опросники по оценке или отдельного симптома, или совокупности симптомов. На этом слайде вы видите, как выглядят эти шкалы. Я полагаю, что вы с ними знакомы, думаю, что даже вы ими пользуетесь, но мне бы хотелось услышать эту информацию от вас потом во время обсуждения. Они все, в общем-то, по принципу похожи, просто по способу ответов отличаются. Здесь просто на условно 10-сантиметровой линеечке пациент отмечает выраженность симптома. Вот здесь вот с левого края вообще отсутствует симптом. Справа край – это максимально выраженный симптом. Пациент обозначает, как выражен у него этот симптом. Или он ставит, обводит цифру, которая характеризует максимальную выраженность симптома. Или отвечает словом на то, каким образом выражен этот симптом. Что нам дает вообще использование опросников? Мы можем унифицировать обмен информацией. То есть у нас формат общения между медицинским персоналом становится как бы единым. Мы привлекаем пациента и получаем от него информацию непосредственно. И у нас еще вот эти опросники – это наш документ, который мы можем сохранять и смотреть динамику. Эту информацию может врач-онколог использовать, специалист по палеотивной помощи. И вообще эта информация может быть доступна всем участникам многодисциплинарного, может быть, в этом идеале. Я понимаю, у нас еще, наверное, не совсем мы можем сказать, что у нас в одном стационаре многодисциплинарный подход. Но, тем не менее, я так понимаю, что мы к этому тоже движемся. Теперь вот мне бы хотелось рассказать вам об одном опроснике, который я тоже думаю, что вы его хорошо знаете. Это опросник оценки симптомов Edmonton Symptom Assessment Scale. Он рекомендован МАСК к использованию. Он рекомендован крупным онкологическим агентством в провинции Онтарио в Канаде. И это агентство, которое отвечает за организацию лечения онкологических пациентов в провинции. И вот в рубрике Symptom Assessment and Management Tools представлен этот опросник. Очень простой, надежный, валидный инструмент. Используется в большом количестве стран. Оценивает выраженность наиболее распространенных симптомов. Вот здесь вот они представлены. Это 9 симптомов. Выраженность симптома выражается в баллах от 0 до 10. Проверено в ряде исследований о том, что если пациент оценивает симптом на 1,3, это слабо выраженный симптом. 4,6 – это умеренно выраженный симптом. 7,10 – сильно выраженный симптом. И если симптом у пациента выражен на четверку, это информация для врача о том, что здесь или контроль не проводился, или контроль недостаточно адекватен. 7,10 – необходимы дополнительные мероприятия по активному купированию симптома. Здесь пример этого опросника на английском. Опросник есть на русском языке, он есть даже на этом сайте. Можно его скачать и использовать. Для этого не нужно никаких дополнительных разрешений, каких-то дополнительных действий. Как пример, как может вообще работать метод оценки симптомов в практической деятельности онколога. Это, вот я хочу привести два примера, это наши данные. Мы оценивали качество жизни пациенток с раком молочной железы. Два клинических случая, одна пациентка 56 лет, третья А стадия, общесоматический статус единичка, химиотерапия по протоколу так. Мы представили здесь данные по выраженности симптомов. Разные симптомы, вот вы видите, одышка, боли в молочной железе, чувство подавленности. Здесь, вот, к сожалению, не видно, какие дальше симптомы. Это, ну, да, сонливость, ну, вот, ну, не та, а, извините, слабость, снижение аппетита, тошнота сверху, одышка, боли в молочной железе, чувство подавленности. До начала третьего курса химиотерапии, на седьмой-десятый день после инфузии цитостатиков и через три недели после инфузии цитостатиков. Вот вы видите, по вертикальной шкале это выраженность по цифровой оценочной шкале от нуля до десяти баллов. Светленькая линия, да, это четыре балла. Это говорит нам о том, что, да, здесь есть недостаточный контроль симптома. В данном случае у этой пациентки в процессе вот трех точек обследования все в порядке. Давайте посмотрим на другой клинический случай. Пациентка с той же стадией, тем же общесоматическим статусом, химиотерапия по протоколу АТ и те же точки исследования. Здесь мы видим совершенно другая картина, здесь, да, по выраженности. Проблем, многие проблемы, большинство проблем на седьмой-десятый день и через три недели выражены более чем на четыре балла. А вот, например, по тошноте это семь баллов, восемь баллов и восемь баллов. Вот в течение такого длительного времени пациентка испытывает сильные проблемы. Чувство подавленности тоже здесь вот все видите, семь, восемь, восемь, шесть. Дальше я хочу привести вам информацию о том, что за рубежом вот эта система оценки симптомов, оценки качества жизни работает в рамках клинической практики. И в качестве примера приведу, как это происходит в университете города Литца в Великобритании. Там разработана такая электронная база, куда помещается информация об оценках данных пациента. Вот здесь это изложено. Перед посещением онколога пациент в специальном, они пишут, киоске, в специальном небольшом месте в больнице, в хоспитал заполняет очень коротко опросник, коротенький. И информация у онколога уже появляется на экране о том, как идет динамика этих симптомов. И вот тут вот тоже красная линия, троечка, если это рубикон, для врача это информация о том, что здесь нужно каким-то образом взаимодействовать с пациентом, выяснить проблему и постараться ее решить. Таким образом, я постаралась такими широкими мазками вас убедить в том, что оценки данной пациентам, информация, которую мы можем получить от больного, дает нам больше информации о проблемах, которые есть у пациента в процессе лечения. Это снижает, это может снизить дистресс для пациента, это может улучшить взаимопонимание между врачом и больным. Безусловная информация о качестве жизни симптомов может рассматриваться как критерий эффективности поддерживающей терапии. Ну и если, так сказать, еще подняться на более высокий уровень, это может улучшить качество медицинской помощи. Еще обратить хотела ваше внимание на такую информацию. На этом слайде представлены факторы, которые влияют на эффект противоопухолевлечения. Безусловно, они связаны с опухолью, безусловно, они связаны с лечением, которое получает пациент, но, безусловно, есть и факторы, которые связаны с самим пациентом. И этим фактором мы можем вполне активно управлять. То есть мы можем влиять на качество жизни пациента, оказывая ему психологическую социальную поддержку, информационную поддержку. Мы знаем, что качество жизни пациента может страдать существенно из-за того, что у него есть симптомы. И здесь вот поддерживающая терапия, которая проводится для купирования, дает нам возможность управлять к качествам жизни и факторами, связанные с пациентом. И здесь, безусловно, важна при проведении поддерживающей терапии оценка и качества жизни, и симптомов. И в завершение я бы хотела вам просто обозначить название статьи, которая опубликована в таком крупном американском журнале. Недавно вышла обзорная статья, которая имеет такое амбициозное название, и там даются такие серьезные разъяснения на тему, что оценки данной пациентам меняют систему оказания онкологической помощи. И здесь они мостик дают в персонализированную, в индивидуализированную медицину. Но завершая свое выступление, я хочу, чтобы мы с вами все-таки помнили о том, что индивидуализация лечения, индивидуализация помощи онкологическим больным идет к нам не из зарубежной медицины, а идет из наших корней российской, отечественной клинической медицины. В XIX век в медико-хирургическую императорскую академию, в которой работал Сергей Петрович Боткин, в клинике, в которой я работала более 10 лет, и в его трудах мы находим постулат лечить больного, а не болезнь. В конце XX века в стенах военно-медицинской академии, на той же кафедре, где работал Сергей Петрович Боткин, профессором Новиком сформулирована концепция исследования качества жизни в клинической медицине. Ну, а вот чтобы сделать такой перекидной мостик в век XXI, я бы хотела аннотировать ваше внимание к государственной программе Российской Федерации по развитию здравоохранения от прошлого года. Там тоже есть позиции о необходимости индивидуализации лечения, индивидуализации медицинской помощи. И помимо всего они говорят о том, что этому могут помочь современные технологии оценки результатов лечения. Как один из такого большого фрагмента, из большого пула ресурсов по улучшению качества медицинской помощи, мне кажется, что оценка качества жизни, изучение качества жизни может занять свое достойное, уместное, нужное место, чтобы это было облегчение работы и вам, и улучшение качества помощи пациентам. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна Ивановна. Спасибо. Спасибо. Спасибо.